Так, ну что, ребят, всем здорово! Соответственно, ролик по поводу битка и что же у нас происходит с ситуацией на рынке. Многие, конечно же, недооценивают то, что сейчас происходит. Не пользуются текущими возможностями. Очень даже зря ждут у моря погоды. Опять же, я не хочу повторяться, но, как говорится, человеку 100 рассказать, только намекнуть. И, ну, до кого надо, я уже давно достучался. Я достучался еще 2 года назад, 3 года назад, год назад. В этом году еще те, кто недавно на меня подписался, там только в 24-м году. То есть, те, кто понимает, тот закупился. Кто нет, сидите дальше. Зайдете на хаях, не переживайте. Место для вас всегда там уготовлено, поэтому будете ликвидностью, не переживайте. Вот, поэтому те, кто зашел, поздравляю, вы молодцы. И те, кто холдит и понимает, что вот эти временные откаты какие-то на 5-10%, пускай даже на 20-30, это все дичь. И это все херня, это все в моменте. Опять же таки, люди не могут смотреть долгосрочно. Они смотрят максимум там, блядь, пару месяцев, а то и 2 недели, блядь, и все. И у них уже паника, все, рынок откатил там на 10%, все, уже хана. И они, конечно же, портфели мониторят. Ну, ликвидация лонгов, естественно, в принципе, ничего удивительного. Индекс Альцезона, самое интересное, немножко подупал. Но это вообще не критично. То есть, от того, что вам дают повторно возможность закупиться, это просто надо благодарить небеса. Но, как вы знаете, люди халяву и бесплатное не ценят. Да, и большинство людей, к сожалению, неблагодарные свиньи. Поэтому, естественно, они не будут пользоваться возможностями, которыми им дает рынок. Причем дает уже 2 года подряд, даже 3-й год. То есть, 22-й, 23-й, 24-й. И потом они скажут на хаях. Блядь, я не успел закупиться. Не успел. Не успел. Таи, ебаные года, ты не успел закупиться. Ну, это просто клиника, понимаете. Вот, далее. Биткоин, Рейнбол Чакт. Это у нас постфактумный график, естественно. Но, как вы понимаете, естественно, он подтягивается. И самая пиковая цена нам говорят, что якобы, якобы у нас там в начале 25-го года 700 тысяч долларов. Ну, это влажная фантазия, на самом деле. Если взять адекватную оценку, то это примерно будет у нас около 140 тысяч долларов. Примерно, да. И то, опять же-таки, это может быть те же там, давайте глянем, тот же 25-й год. Если примерно это там весна, ну, вот примерно или там лето, ой, весна, блядь, лето, короче, 25-го года, то примерно как раз-таки мы достигнем где-то 140-150 тысяч долларов. То, что мы дойдем до вот этой прям линии, вы потом увидите, просто вот эта радуга подстроится. Неважно, когда это будет, неважно, какая цена, радуга подстроится. Здесь, видите, здесь мы сделали наоборот перехарит о радуге. А здесь мы можем наоборот не дойти, чтобы вы понимали, да. Вот, и мы не дошли, кстати, до 17-го года, самое интересное, да, то есть по этой радуге. То есть я говорю, что хайп был не такой сильный, как в 17-м году, но многие мне сказали, да не, Саня, ты не шаришь, блядь, и в гугл-трендах это все было. Но, как мы понимаем, естественно, вот у нас это, я так понимаю, старое, да, оригинальное, а вот новое. У нас Rainbow Chark, который подстраивается. Ну, если посмотреть, какая цена примерно будет, да, то, как вы понимаете, где-то, где-то в конце 24-го, начало 25-го, ну, вот средняя цена, как раз-таки, я думаю, где-то будет 140-150 тысяч, или это где-то оранжевый квадратик, то есть вот эта вот полосочка, ну, полоска, да, вот. Поэтому подстроили, видите, вот то же самое, о чем я говорил. Видите, здесь сделали перехай, а здесь уже подстроили, и все ровно. Ну, то есть, о чем я говорю, что бесполезно смотреть эту хуйню абсолютно, и все это постфактумное явление. Далее получается то, что у нас трендовые какие-то альткоины находятся на данном этапе. Это альткоины на базе Соланы в основном, да, то есть это тот же Helium на базе Соланы, это тот же Onda, по-моему, тоже на базе Соланы, и на базе Эфира, вот. DogVivHead, по-моему, на базе Соланы, в том числе на базе Base у нас, или ToneCoin, я не помню, честно, по-моему, BaseBread, монета, также Atena у нас на базе Эфира, Эфир тот же самый, IQ, Kaspa, там, Pepe, Pixel, Solana, Arbitrum, ну, Arbitrum, свой блокчейн. Вот, на CoinMarketCap'е Aeva, получается, Bitcoin, ETH, Hook, Mano Decentraland, Pepe и Solana. Вот, далее GXS, STRD какой-то, ну, это изначально было CoinGecko, если кто не понял, далее и самые большие объемы, Cosmos, Atom, чтобы вы понимали, DogiCoin, ну, естественно, на Binance, потому что самая ликвидная биржа DogiCoin, Phantom, Lido, Maker, Shibarino и XRP. XRP в этом топе, но многие, конечно, в это не поверят, поэтому, я думаю, с этим понятно. На самом деле, хочу в скором времени разобраться в теме NFT, но, опять же таки, посмотрим. Вот, и если эта тема интересна, напишите в комментах, может быть, разберусь и, ну, научу вас зарабатывать, ну, а там же посмотрим. Естественно, конечно же, люди хотят какую-то диверсификацию, если эта тема интересна, напишите в комментах, что по поводу нее думаете, может быть, кто-то имеет уже опыт, может, что подскажет, какие-то там курсы, либо видосы какие, посмотрите, я бы с радостью изучил бы. Ну, опять же таки, тема эта еще более рисковая, на уровне с теми же айдиотом, ICO и так далее, то есть там можно просто бабки пустить в трубу, проебать, я думаю, даже тем же Степаном выгоднее заниматься, и, может, по Степану тоже будут ролики, но, опять же таки, я не обещаю ничего, опять же таки, это если у меня будет время этим заниматься, поэтому, если что, то в интернете полно информации, но если интересно конкретно мое видение, то обязательно пишите. Ну, по поводу Степана, я уже говорил, что вот эти монеты на базе Move to Earn можно смело покупать, да, то есть тот же GMT, да, я уже советовал, что здесь могут быть иксы, GST под вопросом, то есть потому что она, во-первых, давала иксы, во-вторых, здесь ебейшие ролоки, после которого она укаталась, тот же Волкин, да, Волкин, как мы наблюдаем, не на всех биржах, ну, вот на том же Gate.io, допустим, есть, на Кукоине и так далее, ну, тут потенциал тоже X of 30, maybe что-то покажет, есть такая монета еще Move, давайте я вам покажу, вот, Move монета, также, может быть, что-то покажет, здесь потенциал тоже, она стоит на коплении, ну, может быть, тоже X of 10 покажет и будет nice, вот, много там еще монет, еще есть Fitfi, насколько я помню, у нас, да, тоже такая монетка, которая также есть на Max, насколько вы помните, ну, и потенциал здесь тоже где-то от 50 до 100 X of, что вы понимали, поэтому монеты, по монете тоже объемы начали возрастать, то есть были там пару лямчиков, сейчас уже десятки миллионов, поэтому явно это все тоже не случайно, поэтому тоже, как говорится, имейте в виду. По поводу API, уже отвечал неоднократно, спрашивали еще раз, стоит ли покупать, ну, потенциал тоже 2 года накопления, поэтому здесь может быть около, там, 10-30 X of в этом диапазоне, может быть, что-то и покажет, но Binance держит, поэтому, я думаю, может. А по поводу новостей, Ethereum у нас видит медвежью дивергенцию, якобы, и хана, и вот на часовике, на часовике, ну, нам покер, на часовик, поэтому то, что там локально показывают, якобы там все фиксируются, и будет, наоборот, у нас дивергенция, то есть двух форм, медвежья или бычья, и если снижается, то, естественно, у нас существенный рост был, ну, и по факту упал на 4%, блядь, ну, лютое падение, волатильность за день, и, как вы понимаете, что перекуплен, либо перепродан, но при этом нам рассказывают, что якобы все, он уже там полетит еще ниже, но это все херня, и вы увидите, что вот медвежий индикатор, там все, локальный откат там по биткоину на 10%, все, нам уже начинают, ну, делать так, чтобы мы напорудили в штаны, ну, естественно, мы неведомые хомячки какие-то, не рабы, да, поэтому, ну, как минимум, эффект даже лой не обновил, откатил на 7%, уже многие перепугались, перелякались, что называется, да, и боятся, боятся, что все, хана там и так далее, ну, естественно, я уже рассказывал, что не хана, это специально такая же формация, как у нас была ровно в 21 году, в мае-июне, то есть абсолютно аналогичная, и здесь потенциал хода, вот, вот эта формация, такая же здесь, ровно один в один, я накладывал фракталы, здесь потенциале мы можем сходить от 5000, самое минимальное, да, до 7800, то есть до 8000 долларов по биткоину, я, в принципе, то же самое показывал уже и рассказывал, что, естественно, биткоин тоже полетит, поэтому те, кто там переживает, очень даже зря, и я думаю, ну, вот давайте глянем, мне тоже тогда кричали, что я долбоеб, нахер ты советуешь этот биткоин, по 30 тысяч, это же хаи, вот, и здесь та же самая формация, как вы наблюдаете, здесь 120% роста, а 120% роста, если взять такой же фрактал, который был в 21 году, хоть у нас, может быть, повторяется цикл 2017 года, но, скажем так, отголоски 21 тоже имеются, вот, вот эта формация, да, бычий клин, там, флаг, неважно, там, вымпел, похер, то есть 120%, смотрите, сколько, 138 тысяч долларов, то есть, опять же-таки, как я и говорил, 140-150 тысяч, ну, 150, целую отметку, скорее всего, не дадут, да, ровно 150, как и не дают, может быть, там, не дали тогда 100, дали 70, то, как вы понимаете, естественно, могут не дотянуть, и 140 тысяч, это вполне адекватная и разумная отметка, я считаю, вот, поэтому, я думаю, так оно примерно и будет, вот, если оно все отработает, далее, по поводу BNB, того же самого, ну, да, небольшой откат, но, как вы ни бло, и мы не обновляем, поэтому я не вижу вообще, вообще не вижу причин для паники, то есть, многие люди уже все обосрались, они уже боятся, все, они уже там чуть ли не в минус продают, говорят, о, да вот еще, смотри, мы упали, да, блядь, ребята, откат на 10%, что вы ссыте, просто из-за того, что красные свечи, до этих красных свечей еще будет хуево туча, поэтому вот это каждый раз на этом фокусироваться, но это просто надо быть дебилом, понимаете, реально, и особенно сидеть, мониторить свой портфель, ну, можете мониторить, можете ссать, можете не закупаться, можете продавать минусы, надеяться перезайти ниже, там, и так далее, ну, большинство людей, реально, я вот, кого не слушаю, вот те, кто там давно уже в крипте, они рассказывают, что если бы они просто держали, даже банально тот же биток с эфиром и остальные альты, а те же там, ну, хотя бы минимум 2-3 года, а то и 5-10 лет, они бы уже были долларовые миллионеры, может, даже миллиардеры, и, естественно, те, кто додержал бы, они, естественно, зарабатывают, потому что решает долгосрок, а не вот эта 7-минутная дрочильня, да, из-за которой вы теряете бабки. Поэтому, ребят, забейте хер, что вам там рассказывают другие блогеры, слушайте меня и не пойти мозги, поэтому те, кто вам там будет рассказывать, сейчас мы летим на 32, на 52, ой, блядь, запейте водой, ребятки. Поэтому, как мы наблюдаем, доминация биткоина уже растет, доминация эфира, ну, немножко откатилась, но это все херня в глобальном плане у нас восстановление по поводу доминации BNB. Вот, кстати, если глянуть в глобальном плане доминацию эфира, давайте посмотрим, ради интереса я вам сейчас покажу, то, как вы наблюдаете, мы вообще не упали за вот эти границы июля 22-го года. Видите, все выкупается моментально. Вот даже если открыть ту же недельку, ради интереса, да, то, как вы видите, здесь поглощение, то есть вот это накопление, которое было у нас с 21-го по 24-й год, то есть 3 года, да, уже почти 4-й год, мы ни хера не упали. Вот по BNB даже банально, давайте откроем ради интереса и тоже посмотрим. Видите, тоже мы особо не упали, мы не провалились в 20-й год. Да, мы обновили лой, мы пришли, кстати, к марту 21-го года, перед коррекцией как раз-таки мы сходили, у нас было поглощение, V-образная формация, но это на недельки, давайте месяц. На месяце мы уже восстановились, видите, мы сходили, получается, вот сюда, сделали сквиз, накопление, полетели наверх, и вот здесь вот этот зеленый камыш, выкупной, опять же-таки, который образуется тогда, когда у нас монета летит наверх. Я за это уже рассказывал, я думаю, с этим понятно. Поэтому лой мы уже прошли, да, что по BNB, что по этому. И, кстати, лой, когда мы поставили, давайте я вам покажу. Лой мы поставили в 23-м году, декабрь-ноябрь. Давайте глянем декабрь-ноябрь, ради интереса цену BNB откроем и посмотрим, что же у нас тогда было, и многие, конечно, тогда недооценили мои рекомендации. Ну вот, получается, декабрь-ноябрь, да, вот здесь показывают лой по доминации, но на самом деле дно по цене было у нас лето-осень, ну, то есть август-октябрь, то есть 3 месяца нас тут держали с конца августа по начало ноября. Ну, короче, 3 месяца мы тут были. Я давал возможность закупить, я рекомендовал, ну, в потолок еще можно было ноябрь-декабрь здесь купить. То есть от 200 до 300 долларов можно было спокойно покупать даже вот здесь, и те, кто закупился, тот вообще не проебался ни разу, и сейчас охеренно себя чухает. А те, кто сидели там мяли сиськи, то, конечно же, они сейчас не в лучшем положении, потому что уже это иксозна можно было забрать. Поэтому вообще не паяйтесь, вот это все глобальное накопление, и те, кто, ну, правильно сделал все, да, то есть вот здесь накопление было тоже ебейшее, и если в глобальном плане вот это все накопление, то вы понимаете, что это где-то 1000 дней, еб твою мать, понимаете, то есть BNB может вообще запросто за 1000 перевалить, но большинство этого недооценят, и вот здесь тоже было похожее накопление, да, то есть многие тоже недооценили, вот, тоже она стояла здесь совпадение 1000 дней и сколько иксов она дала. Но давайте ради интереса в среднем возьмем где-то отсюда и свозим вот сюда. Ну, где-то примерно иксов 30 можно было забрать. Ну, даже если отсюда будет 1500%, давайте ради интереса возьмем, ну, допустим, вы купили там по 250 баксов, 1500% примерно сколько мы улетим, ну, если в 2 раза меньше от того, что было, то это где-то там, ну, 4000. Ну, хорошо, давайте самый хуёвый случай возьмем 700%, в 4 раза меньше дадут 2000 где-то, 2000, 200, там, ну, 1900, ну, то есть вполне нормально. То есть тоже заработать, ну, если вы даже купили, ну, примерно 10 иксов, то есть около там 5-10 иксов, я не считаю, что это прям сверхприбыль какая-то, поэтому вполне возможно, понимаете. Вот, поэтому те, кто недооценили, ну, естественно, они в проебах. И тоже, кстати, 1100 дней практически, да, совпадения не думаю. Поэтому я думаю, это тоже аналогичная абсолютно ситуация, как и была тогда, поэтому здесь, ну, плюс-минус, если отмерить, 1100 дней и здесь то же самое. Поэтому, а если действительно мы сходим, условно там говоря, если без черного лебедя брать отсюда, мы дадим те же там 3000%, то вы понимаете, что здесь сколько это выйдет, ну, условно, ты там купил по 250, давайте глянем, то 3000%, это у нас выходит 4200, где-то 8400, да, примерно у нас должно выйти, да, примерно должно выйти 8400. Ну, давайте 8, хорошо, 8000, то есть это где-то около там 30, может даже 40 иксов. Ну, в общем, будем посмотреть, а там посмотрим. Поэтому я не рекомендую сейчас покупать BNB, ну, после того, что вы услышали, потому что многие, конечно, любят так делать, когда они услышали прогноз, что оказывается, ебать, какой потенциал, хотя я до этого это тоже рассказывал. Ну, как вы понимаете, естественно, люди спохватятся только тогда, когда у нас уже делается перехай и так далее. Некоторые считают, что BNB-ская монет, но это все полная херня. Вот, поэтому такие вот дела. И, кстати, BNB одна из немногих монет, которая сделала перехай, вот, и многие говорят, вот старички не делают перехай, вот она появилась еще там в 16-17 году, дала цикл, потом, получается, сделала перехай в 19-м году. Кстати, самое удивительное, одна из немногих монет, которая это сделала, вот, потому что тогда был неполноценный баллорам, ну, и потом просто и поебинила. Многие покупали, вдумайтесь, BNB по 10, по 20, по 30 долларов и продавали с двумя 3-ми эксами, или 5-10 эксов забрали, а BNB уебал на 700 баксов почти, понимаете? То есть они просто охуели, потому что BNB дал около, суммарно там, получается, сколько, 50-70 эксов в среднем, понимаете? И, естественно, они забрали сущее копье в 10 раз меньше, из-за того, что занимались вот этим вот трейдингом, да, дрочелином, и типа вот, соответственно, они там забрали свое, да, и по итогу могли бы заработать в несколько раз, а то и в десятки раз больше. Я думаю, с этим понятно. Ну и, конечно же, нам пугают, что вот у нас там какой-то индикатор медвежий по биткоину там и пересечение Tenkan и Kijun, какие-то, не знаю, там китайские, азиатские индикаторы на дневном графике. Эта линия обычно служит краткосрочным явлением поддержки, типа из-за этого может все упасть. Ну и по итогу у нас, конечно же, просел на целых 6%, эфир на 4, биткоин на 6. То есть, ну, блять, просто сущая паника. Вот, далее, по поводу новостей, основатель Definity, то есть интернет-компьютера, да, ICP, назвал хламом 95% блокчейнов. Ну и, по сути, мы добрались до той точки, в которой люди на самом деле инвестируют в змеиное масло. По типу я собираюсь инвестировать в проект с лучшим змеиным маслом, поскольку их маркетинг лучше, но, как вы понимаете, отчасти это так и есть, потому что большинство проектов это просто мусор, вот. Но, как вы понимаете, достойных тоже хватает. И говорить, что это просто хламы, они продают масло, это больше не про технологию, часть идет, часто идет речь о том, кто может вернуть лучший нарратив и сделать так, чтобы это звучало наиболее убедительно. Ну, естественно, что тот же ICP покажет себя, хоть многие в него и не верят. И, я думаю, это специально он сказал, чтобы обратили внимание и подумали, что вот мы такие особенные, мы-то не хлам, мы-то не змеиное масло. А по итогу, как вы понимаете, вот сейчас офигенная возможность закупиться по скидке. Вот это накопление, которое здесь уже 3 месяца, потенциале может дать от 10 иксов, а то и до 200 иксов, чтобы вы понимали. Вот, я советовал данную монету, но она уже прошла, но, в принципе, у вас есть возможность купить 1, 2, плюс 4,5 икса. В поводу новостей у нас еще интересный момент, что перед этим Forbes тоже самое хейтила, там тот же XRP, Cardano, Phantom, ну еще там 20 остальных монет. Я думаю, это все не случайно, как вы наблюдаете, у нас тут XRP, Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, ICP, совпадения, да, ETH Classic, Stellar, XLM, Stacks, Casp, TETA, ну и TFU, соответственно, Phantom, Monero, ну, скорее всего, тут Zcash Dash имеется в виду в том числе, Arwave, Algorand, Flow, MultiverseX, ну, это Algorand, EGLD, BitcoinSV, SKC, BitcoinGold, MinoProtocol, TESUS, EOS. То есть все стоячки, как вы понимаете, это все good for nascent blockchains, то есть это специально рассказывают и побуждают инвесторов действовать осторожно. Но на самом деле, они дали скрытую подсказку, какие монеты могут хорошо ебануть. И это, кстати, чтобы вы понимали, платная статья, платная, блядь, статья на Forbes, вот. И перед этим они делали то же самое, но я снимал вчера об этом ролик, можете посмотреть. Далее у нас Питер Брандт рассказывает, что допустил завершение бычьего рынка вопреки хаулингу, и уже перед этим, как он рассказывал, что он ждет Bitcoin там по каким-то баснословным отметкам, ну и рассчитывает повышение цены. Самое интересное, 140-160 тысяч к осени 25-го года. Ну, в принципе, как и я этого жду. Ну, но самое интересное, при этом говорит, что завершение бычьего рынка, ну это вообще какая-то ахинея, может они специально так назвали, и вероятность 25%, что Bitcoin уже сформировал all-time high, то есть свой максимум в рамках текущего цикла, отталкиваясь от концепции. Но при этом, блядь, ждет цену выше. Ну, уже смешно, как вы понимаете. И примерно он говорит, что может дать около 20%, ну и, как говорится, что все, high уже достигнут, и на данном этапе все уже исчерпано. Ну и по факту, говорит, что конец лета, начало осень 25-го года, я тоже жду примерно такие отметки, но в феврале он указал 200 тысяч, то есть, видите, уже перебулся, но как раз-таки, я думаю, где-то 1140 мы увидим, в принципе, что я вам и показал на графике, и это более чем реально, поэтому те, кто сомневаются, те, кто скептики, говорят, что это не такая же формация, ждут там 52-32 тысячи, могут ждать их хоть до усорачки, а даже если их дадут, даже если их дадут, они не купят, просто будьте в этом уверены, но их, скорее всего, уже не дадут. Далее у нас соло-майнер, да был блок биткоина и заработал 218 тысяч, но это побуждает людей тоже майнить биткоин, входить в тему майнинга, и то, что она форсится, я думаю, это специально, чтобы, естественно, продвигать рынок, и бычка еще не окончена. Эксперты указали на признак возможного наступления альтсезона, возможного, типа еще непонятно будет он, либо нет, да, но уже смешно, как вы понимаете, кстати, я много скепсиса прочитал на своем канале, на других СНГ каналах, там, да и англоязычных, что люди говорят в чатах, там уже, что, типа, может быть, альтсезона не будет, и многие уже там начинают ныть и говорить, что, типа, да нет, в этот раз альтсезона не будет, смотрите, только биток, эфир и BNB растут, остальные альты расти не будут, хотя многие люди настолько тупые, что они не могут даже на прошлой истории посмотреть, что так и было в прошлых циклах, да, либо все росло параллельно, либо плюс-минус то же самое, то есть растет биток, эфир, но BNB-то вообще отдельная взятая каста, ну и после этого растут остальные альты, потому что доминация биткоина переливается, но, как вы понимаете, еще биткоин, ну, как бы не закончил свое движение, еще 2 икса он покажет, то есть около, там, 120-140-150 тысяч будет, ну альты, естественно, покажут 10 тиксов выше, но многие люди настолько нетерпеливые, что даже по циклам не догоняют, что после халвинга год-полтора мы еще растем, ну, как минимум полгода, но, сука, халвинг только произошел, там, буквально неделю назад, но они уже, блядь, ноют, что типа роста нету, где альтсезон, ну, то же самое было в 2020-2021 году, и потом большинство людишек, 99% из них заходили на хаях по 50-60 тысяч, когда уже был пик был рано перед коррекцией, да, в мае-июне 2021 года, и потом точно так же они делали, там, осень 2021 года, там, октябрь, ноябрь, ну, декабрь, еще в январе на медвежки начали залетать и так далее, когда уже альты были на хаях, начали укатываться, и они каждый раз думали, что у нас, там, продолжение бычки, вот, я в том числе ждал, но, опять же таки, я не питал иллюзий, что у нас может быть медвежка, я был к ней готов, потому что я запасался с тейблами в том числе, да, но я не был фанатиком, что вот я там залетал на всю котлету в многие монеты, там, в Таралуну, в Салану, там, и так далее, что, типа, вот, надо люто откупать, потому что там все уже хана, ну, как вы понимаете, ну, типа, будет только рост, но большинство людей верили, что вот, да-да-да, ага, вот, эксперты указывали, ну, и, по сути, говорят, что у нас на данном этапе вот эффект, там, уровень какой-то достиг 1,12 долларов за сетевую транзакцию, низкой стоимостью, кстати, ну, надо будет посмотреть, так ли это на самом деле, напишите в комментах, кто переводил эфир недавно, и говорят, что самая низкая стоимость с 18 октября, 18 октября, я напоминаю, октябрь, это как раз-таки было где-то дно по рынку, поэтому, ну, естественно, естественно, у нас октябрь, это было дно альткоинов, и 18 октября, если посмотреть, то действительно это были донные значения, и эффект тогда стоил полторы тысячи баксов, вот, я тогда пожмотил, не купил по полторы, и, соответственно, я покупал по тысячи, по 1200, я это помню, и у меня есть даже покупки некоторые, там, еще с 22 года, с 21 по 2000, по 2200, там, и так далее, я не считаю, что это херовая цена, потому что тогда была скидка 50-60%, да, вот, и, как вы понимаете, никто не угадает, где дно, дно могло быть и вот здесь, как это было, там, по матику, да, что он откатился, там, от хая всего лишь 60-70%, вот, и, соответственно, да, тут я ошибся, я пожмотил, ждал 1300-1400, чтобы закрыть гэп, но, как вы понимаете, что гэпы мы закрывать не пошли, ни по биткоину, ни по эфиру, к сожалению, но потом, благо, я спохватился и купил эфир по 2000, по 2200, и вот здесь можно было охеренно закупить в январе, и те, кто хотел, тот это сделал, а сейчас вам специально рисуют вот эту, якобы, медвежью формацию, которая была вот здесь, якобы, даже перехая не будет, но это полная хуйня, потому что, естественно, перехай будет, и мы сходим 1000 на 8, я об этом уже показывал и рассказывал, ну, а те, кто сомневается, окей, потом зайдете на хаях, можете не переживать об этом, ну, и, как вы понимаете, эфир уже почти сделал свой перехай, поэтому паники вообще быть у вас не должно. Далее, по поводу остальных новостей, команда оптимизма исправила две критические уязвимости в тестнете, ну, и, как вы понимаете, лайк-2 решение, оптимизм, он уже восстанавливается, пока многие ждут его еще ниже, там, арбитрым ждут ниже по 60 центов, то это все херня, и здесь, как мы видим, наоборот, формируем вот эту формацию, кто-то скажет, что это медвежья, потому что будут быть ланги, но могут немножко подсбрить, но это все хер, потому что лой у нас обновляется, и, как вы видите, мы обновили его раз, два, три, жопу под атаи, да, и после этого мы летим наверх, поэтому можете не переживать, вообще не паниковать, и все будет отлично, все будет заебато, я бы вообще не переживал, потому что скидка в 60% это охеренная возможность зайти в рынок, а те, кто ждет ниже, ну, они всегда будут ждать ниже, поэтому забейте на нихер и закупайтесь, вот, то же самое здесь дают отличную возможность повторно, двойное дно, так же, как было в октябре, и сейчас многие моменты схожи, здесь, помните, тоже мне орали, ой, это не дно, нахуй ты советовал, и потом бам, нахуй, и улетели, буквально за сколько, давайте посмотрим, за сколько мы здесь улетели, улетели буквально за три месяца, три месяца, и все, и мы уже стоим дороже в три раза, в два-в три раза, как минимум, а по многим альтам мы улетели даже в пять-десять раз, знал, та же Тета, Тфюл, Нерф Протокол, там вообще в семь-восемь раз улетел, Фантом, Эваленч, там, Варонт и так далее, то есть многие монеты, Тета, Тфюл, там многие монеты повлетали, понимаете, и многие вот так вот сидели, тоже говорили, да не, нахуй покупать, зачем, Саня, ты не шаешь, блядь, зачем нам покупать, ты долбоеб, зачем нам брать, вот, видишь, сейчас еще ниже пойдем, и вот то же самое у нас Кёрфдау токен дали, раз, два, три, четыре, четыре раза дают, и вы думаете, кто-то купит? Нет, они купят потом, они купят потом вот здесь, когда он даст около 15 иксов, а то и уебашат вот сюда наверх, понимаете, они тогда будут покупать, когда он даст 20, 30, 50, там, 100 иксов, конечно, они будут покупать тогда, сейчас они не хотят покупать, когда просадка от Хая, вдумайтесь, уже 90, 95% альты, но в среднем 90%, они не покупают, потом, когда он даст иксов 50, да, и покупает данную монету, то, кстати, тот же Джастин Сан, основатель Терона, многие фонды, Бинанс, в том числе, и так далее, биржи, ну, то есть, естественно, проект сделал на базе эфира, Декс, Дефай, тема и так далее, он себя особо даже не раскрыл в прошлом цикле, дал какие-то жалкие 13 иксов, но я уверен, что он себя проявит, так же, как и Алгоренд, и, конечно же, потом у меня начнут спрашивать, блядь, Саня, ты там когда-то советовал 2 года назад, 3 года назад эту монету или год назад, и вот, сука, стоит ли ее купить? Ну, конечно же, стоит, да, покупай, я тебе продам, и здесь потенциал, ну, в худшем случае, 15, там, ну, 10-15 иксов, понимаете? Но, естественно, естественно, конечно же, проще покупать на зеленых свечах, потому что на красных ты обсираешь штаны и не хочешь, или даже в боковике, банально, тебе скучно, нету волатильности, блядь, нету моментальной прибыли, нету мгновенного результата, ну, конечно, ты ж не умеешь сработать со срочным результатом, с долгосроком, ну, поэтому будешь всегда терять, будешь ныть, и будешь потом залетать на хаях на зеленых свечах, как это было вот здесь, тоже мне говорили, нахуй ты советуешь этот скам? И многие СНГ-блогеры также говорили, что это скам-монета. А потом, когда он отрос на те же там в 3 раза, да, понимаете, тогда они начали рассказывать, ебать, надо покупать, перспективный проект оказывается. И когда вот здесь мы обновили лой, я сказал, это манипуляция, ребята, покупайте, это просто подарок свыше, блядь, вот двойное дно, лето, осень 23-го года, и мы не сходили сюда. И те, кто там рассказывает, что вот, типа, все альты сходили на октябрь, ноябрь, ой, блядь, этот, на лето, осень 23-го года, не было такого. Мы сходили по большинству альтов, по процентов 90, если не 95, мы сходили максимум на январь, коррекцию январскую, понимаете. Но потолок обновили чуть-чуть лой по ней, все. То, что там мы сходили якобы на октябрь месяц, там, или август, да, как было лето, осень 23-го года, падя, когда она, мы не сходили. То есть по многим монетам, по эфиру мы не сходили даже на январскую коррекцию, понимаете, потому что они уже все, уже улетели. Лайткоин вообще не упал, понимаете. То есть вообще он там сходил 30%, его сейчас выкупают. Доги тоже там не собирается даже вниз идти, видеть, то же самое, 30%. И мы даже на январскую коррекцию не сходили, Доги уже уебал там 3,5x. Видите, вот это дно, все уже пройдено. До побачения, телобачения, что называется, да. И, естественно, ну, как бы, многие люди проебались, и теперь они думают, что, не, я буду еще ждать. Сейчас, вот, я часто замечаю комменты, особенно под, там, под своими роликами, под другими, что вот, а представь, биткоин сейчас упадет там хотя бы процентов на 20-30 еще, или, а представь еще в 2-3 раза, то насколько альты укатаются, это ж они падают сильнее, чем биткоин в 2-3 раза. Да, ясен хер, никто ж не спорит. Но прикол-то в чем, что даже если, если доминация будет переливаться из битка в альты, то альты, наоборот, будут хуярить, несмотря на падение биткоина, несмотря на его боковик. А даже если он упадет, то он откатится не сильно, на 5-10%, его, скорее всего, будут держать в боковике, как это было, его возили в 21-м году, да, там, от 50 до 70 тысяч, понимаете, в этом диапазоне 20 тысяч долларов. И будут раздавать биткоин, распределять, ну, и параллельно с этим пампе альты, и их тоже раздавая хомяка на хая. Вот и все. Поэтому те, кто там, ну, боится, ну, хорошо, окей, то есть, на мап и тан, что называется. Ну, то есть, они потом, конечно же, будут, ну, рассказывать, что, блядь, они не успели, там, им не дали нужных рекомендаций, им их не заставили купить, там, ну, короче, в общем, смешно слушать. Вот, поэтому, вы понимаете, оптимизм признала наличие уязвимости, но при этом говорят, что не раскрывают информацию, говорят, не попросили, попросили не раскрывать информацию, да, но раскрыли СМИ до их, о них до исправления. Ну, то есть, какие-то есть неисправности, ну, они их исправляют. Далее у нас Bloomberg сообщил об одобрении биткоина ETF в Австралии, ну, и, как вы понимаете, то есть, естественно, бычка продолжается, ну, и недолг час, когда у нас, я думаю, в течение, там, пары месяцев примут ETF на эффект. Далее, одиночный май, когда был блок, получил 200 тысяч, ну, это мы слышали, SpotOnChain говорит, что цена биткоина будет колебаться с мая по июнь, и, типа, как же она будет двигаться. И нам говорят, что примерно, что вероятность снижения цены биткоина ниже 60 тысяч составляет 48%, но это какой-то лютый прогноз. И, по сути, вот какой-то там использован искусственный интеллект Vertex AI от Google Cloud, вот, от Google, якобы, вот, многие доверяют Google, и, естественно, они подумают, блядь, надо ждать падения. И, конечно же, нам рассказывают дальше в новостях, вы просто охуеете, какие отметки нам вангуют, вот, и поржете с этого, как я их жал до этого, когда говорили на 38 тысячах в январе, что, типа, вот, ребята, ждем 32, а потом те же самые блогеры, когда мы сделали перехай, они сказали, блядь, летим на 200, понимаете? Ну, клиника, понимаете? То есть они ни хера абсолютно в рынке не шаят, то есть вот здесь они рассказывают, что ждем 32, мы уже сделали, получается, вот здесь перехай, мы уже стояли в районе 50, идем на перехай, вот здесь ебашим, они говорят, ждем 200, ждем 200, ждем 100, ждем 500, миллион и так далее. Все, ждем перехай уже, все, переобулись, понимаете? То есть вот здесь они говорили, ждите ниже, здесь говорят, ждите выше. Все, проебали дно, по альтам, по биткутам, по, ну, локальное дно, понятное дело, глобальное было по 15, вот, и, естественно, ну, как бы, люди не закупились, понимаете, то есть, ну, и слушать таких дебилов просто, ну, смешно, ну, просто клоуны, которые не соображают и толпу загоняют на росте, а нападение, они говорят, что надо ждать ниже, ну, то есть, абсолютно полное непонимание, хотя аудитория у них тоже может быть, ну, как говорится, люди обманываться рады, да, то есть, все равно надеются на чудо, вот, и далее говорят, что у нас достигнет отметки 63% 100 тысяч долларов, в начале 25-го года 42% превысит 150, ну, как вы понимаете, 150 маловероятно и сигнализирует о преобладающих бычьих настроениях, вот, ожидаемо после какого-то заседания, но, как вы понимаете, вот, преодолеть отметку 70 тысяч, сходство модели поведения с активами компании небольшой капитализации, ну, и, как вы понимаете, естественно, нам говорят, что якобы будет боковик с мая по июль, но, как мы понимаем, у нас, естественно, в июле может начаться уже жесткая пидория, не наверх. Далее у нас Bloomberg заявляет, что инвесторы материкового Китая не могут покупать биткоин ETF в Гонконге, но это, скорее всего, тоже гонило, потому что, ну, как мы понимаем, его уже одобрили как биткоин, так и эфир ETF, вот, и, конечно же, у нас, очевидно, примут ETF, если приняли, ну, по сути, в Китае, то, значит, в США однозначно примут, вот, потому что они же конкурируют, что Китай, что США, вот, ну, либо сотрудничают, как минимум, да, поэтому, ну, либо конкуренция, скорее всего, просто искусственная создана, что якобы, вот, смотрите, мы там тоже умеем пыжиться, вот. Вот, ну, и, по сути, у нас Китайская Народная Республика якобы запретила операции много лет назад, но они запрещают каждый год, каждую коррекцию, поэтому я уже не верю вот этому запрету. Естественно, они являются самой большой страной, второй, номер два после США, естественно, и Америки, вот, то, что, то, что у нас это, как оно называется, короче, второй, второй страной, ну, и по поводу майнинга, добычи там биткоина и покупки его вообще в целом, главным холдером, короче, вот, номер два. И два сенатора из Оклахомы представили законопроект о правах на биткоин, но это мы уже слышали от HDF, говорит, что биткоин готовится к параболическому росту, в принципе, может повторить сценарий на ивре 2020 года, я с этим соглашусь, да, и, в принципе, вырос в два раза, поэтому вполне в два раза мы можем подрасти до тех же 140 тысяч, и, примерно, говорит, что свеча двухмесячная будет такой же высокой, как в ноябре 2020 года, поэтому может повториться то же самое, и я вполне это допускаю. Поэтому те, кто ждет снижения, земля оксидом кремния, что называется, да, Доминик Уильямс говорит, что главная проблема крипторынка синдром змейного масла, ну, это у нас глава интернет-компьютер, Definity, ну, и, по сути, говорит, что у нас, якобы, проекты скамы, ну, а вот мы такие классные, покупайте нас. Вот, далее, получается, у нас исследуем криптографию, что такое аудит смарт-контрактов, и, как вы понимаете, что, по сути, если кто хочет, может почитать, как оно все работает, смарт-контракты для чего они нужны, ну, в общем, по сути, это вот эти электронные подписи там и так далее, я оставлю ссылку в описании, это вам дополнительно. Дополнительная инфа на изучение самостоятельное. Блумберг у нас, АСХ, говорит, запустит торговлю ETF на биткоин до конца 24-го года, и это у нас, получается, австралийская фондовая биржа готовится разместить спорту ETF на биткоин к концу 24-го года, то есть, опять же-таки, рост будет продолжаться, ну, и, может быть, в конце 24-го года нас ждет коррекция. Вот, Джастин Сан говорит, что американский регулятор не одобрит спорту ETF на эфир в мае, но это, естественно, тоже все гонево, потому что то же самое было по биткоину, нам говорили, что то одобрят, то не одобрят, то не ждут в мае, то не ждут, и, естественно, сеют неопределенно, чтобы вы не понимали, что будет. Так будет расти или не будет, понимаете, так будет коррекция, и одобрит ETF, и мы упадем, либо, наоборот, не одобрят, и мы порастем. Ну, короче, специально, чтобы толпа нихера не делала, сидела в неопределенности, либо там делала поспешное решение, раньше времени продавала, либо не покупала, ну, в общем, сидела вне рынка, как вы понимаете, и делала ошибки с этой целью. То есть, раскачка на эмоциях, эмоциональные качели. Вот, Соло Майнер заработал у нас там, ну, это мы уже слышали, кстати, цифры разные, там 200, тут 195, тут нам говорят, заработал он 218, короче, какой-то бред, понимаете, скорее всего, фейковая новость. То есть, экономика США находится в депрессии, считает Киосаки, ну, и, по сути, говорит, что американская экономика в депрессии, да, но и при этом, говорит, что ВВП, ну, и, конечно же, я так понимаю, он советует покупать биткоин вместо этого, призывает избавляться от фиатной валюты, типа доллара, да, вкладывать в драгоценные металлы, в золото, серебро, хотя они уже на хаях, вот, а также биткоин, который позволяет защитить сбережения от обесценивания инфляции. Блять, ребята, инфляция там пару процентов, ну, понятное дело, что реальное может быть выше, но по факту, как вы понимаете, у нас якобы рисуют модель, что у нас может быть в конце 24-го года в районе 200 тысяч, а может даже и переплюнуть, может даже 400, ну, на самом деле, будем посмотреть, я уже сказал, я жду 140. Далее, хардфорк в сети у нас вилка нарисована, ну, форк это вилка, да, если кто не знал на английском, ошибаемся, состоится 2 мая, ну, и будет у нас более высокая скорость обработки транзакций, низкая комиссия за выполнение операции. Не знаю, каким образом низкая комиссия, если шиба сделана на базе сети эфира, я напоминаю, если кто забыл, поэтому все зависит от эфира. Криптовалютная биржа Uniswap выпустила мобильное приложение, и это отлично, и, как вы понимаете, выпустила на Android и iOS, софт работает на базе Blast, и сеть второго уровня эфир, что вы понимали, и также поддерживает 6 децентрализованных сетей, эфир, оптимизм, полигонматик, арбитрум, бейс и BNB. Вот, поэтому, как вы понимаете, это тоже плюс, и то, что там якобы секс судила Uniswap, и все там хана, как вы понимаете, это все вбросы для того, чтобы вы не закупились. Поэтому Uniswap смело докупайте, пока дают. А SushiSwap это форек Uniswap, поэтому однозначно у вас должны быть обе эти монеты, потому что они могут ходить вместе, и вам просто охерительную возможность дают. И я напоминаю, что многие киты и фонды, там и тот же Uniswap держит на 400 миллионов долларов, то есть почти на полмиллиарда, а 16Z Андресен Хоровиц фонд. Вот, поэтому закупайтесь, сука, пока дают. Вот, далее получается у нас за 2 недели с платформой для ликвидного стейкинга вывели 60 тысяч эфира, но это тоже пугалки, что якобы все, эфир, видите, его максимально, скажем так, хейтят, максимально булят, ну и максимально негативят в его сторону, чтобы специально, вот нам выводят с Лидо, там максимум выводят с Рокетпула, стейкинга эфира 2.0, и типа вот у нас, смотрите, выводят 200 миллионов, ну и после этого, конечно же, типа нахер надо. Ну, ребят, опять же таки, они как вывели, так и могут завести, или вообще могли ничего не выводить, это просто показуха, чтобы вы не закупались. И уже видно, что тот же Лидо, мы обновляем Лой, третий раз, смотрите, раз, два, три, и после этого, как видите, зеленые камыши нам щекочут душу, да, что называется, не только душу, плюс 40%, да, даже плюс уже плюс 45, вот, и это показатель того, что у нас монету выкупают, поэтому однозначно закупайтесь, пока эту монету дают на днище, успевайте, вот. И если кто вдруг хотел докупить эфир, там эфир классик, это ваша золотая возможность, ну, скорее всего, ниже уже вряд ли будет. Это тоже у нас Лой не обновляется, как вы наблюдаете, ситуация абсолютно похожа, и графики даже чем-то схожи. Смотрите, вот эта формация по оптимизму, по арбитровому у нас, ой, по арбитровому, по эфиру у нас такая же, видите, то есть, скорее всего, там одни и те же киты, ну, оно и неудивительно, да. Далее получается, что еще, то, что суперцикл на энке токенов мема подошел к концу, якобы, ну, и специально нам рассказывают об этом, что, якобы, продавайте, но я вам показывал кошельки уже Бинанса, того же Робин Гуда и многих других бирж, фондов, что они держат шибу, они ее не продают, и те, кто там хвастается, что они зафиксировали по шибе, там, 2, 3 икса, 5 иксов, 7 иксов, это все херня, потому что шиба пойдет дальше в рост после коррекции. Лой она пока не обновила, по доге вообще роста еще не было, 3 икса, это полная туфта, и он покажет однозначно 10 иксов, самое минимальное. Вот, по пепе однозначно тоже фиксироваться особо не было, да, он дал там 10 и 12 иксов, может быть, кто покупал на старте, еще там на дексах, на пресейле заработали больше, но продавать сейчас, раньше времени, я бы крайне не советовал, потому что потенциал еще не исчерпан, как нам тут пишут, и это специально делается, чтобы вы потом заходили на хаяк, вот, и нам говорят, что якобы, вот, продавайте, там, подешевел на 30% в доге, шиба на 20% и пепе на 4%, ну, 4% прям лютое падение. Американцы хотят наказывать отказавшиеся от доллара страны, не знаю, что это имеется в виду, ну, и, по сути, планируют называть страны отказавшиеся от доллара, ограничение экспорта товаров, обвинение несправедливой валютной политики, влечение тарифов, это речь идет про страны BX, которые якобы собираются у нас отказаться от доллара, ну, естественно, никто там от доллара отказываться не будет, потому что, как вы знаете, многие СНГ страны там, а многие азиатские страны там, ну, они, естественно, конечно же, сотрудничают с EPLOM и Stellar, и уже на базе их делается CBDC, поэтому никто там ни от чего отказываться не будет. Но я напоминаю, что на базе той же сети Binance Smart Chain, BinBee Chain, да, как она сейчас называется, а Binance это, по сути, ну, подконтрольный регулятор у США и Америки биржа, да, уже запускает у нас CBDC в Казахстане, Казахстан это бывшая страна СНГ, вот, а также там Украина запускает электронную гривну на базе Stellar, чтобы вы понимали, я уже рассказывал, Stellar это Foyca и PLA, и тоже компания из США, совпадение, да, вот, ну и многие другие страны там и так далее, то есть, ну, я думаю, вы это тоже в будущем увидите, ну, а Европа, Азия, там, Австралия и многие другие там отдельно взятые государства, Африка, там, Северная и Южная Америка, это, естественно, тоже там будет работать на базе RIPLA и Stellar, ну, и других блокчейнов, которые подконтрольны США. USDC превзошел USDT по объему транзакций, вот, якобы лидирует на 50% у нас объема транзакций, ну, я думаю, это специально засаживает опять USDC, хотя, я помню, то же самое было в 23-м году, когда USDC отвязался, поэтому USDC я особо не доверяю, несмотря на то, что там компания Circle, но USDT тоже отвязывался, никто не спорит, но USDT намного надежнее и он на рынке уже сколько, лет 10, да, а USDC, как вы понимаете, ну, тут такое под вопросом и, как вы понимаете, это все равно стабилкон номер 2, вот, и больше киты холдят все-таки USDT, ну, и плюс есть подозрение, что тизер создали те же самые люди, те же самые организации, что и создали обычный бумажный доллар, угадайте, кто, да. Хартфорк Шибариум от Шибариума, как это реагируется на Шиб, ну, и, по сути, обещает улучшение стабильности сети, ну, и далее у нас аналитики рынка ожидают бычьего тренда, вот, и 2-го мая подвергнется значительному обновлению, ну, посмотрим, как все это обернется, и 4 причины, почему Эфир не является ценной бумагой, ну, и, по сути, у нас собираются классифицировать, чтобы вызвать споры, ну, и, по сути, якобы децентрализованный характер Этеюм, да, без Е написали, Этеюм, на самом деле, поддерживает его статус вне ценных бумаг, и переход Proof of Work на Proof of Stake не влияет на его классификацию, якобы, хотя, наоборот, влияет, потому что он более централизован стал за счет Proof of Stake, видите, они отрицают, то они сначала рассказывают, что, якобы, Proof of Work у нас это меньше децентрализация, чем Proof of Stake, и, типа, Proof of Stake это, наоборот, децентрализация, хотя это централизация, как вы понимаете, переход на CBDC, вот, и только с этой целью это было сделано, вот, чтобы максимально получить контроль над данной сетью, да, вот, и над данной экосистемой, ну, и плюс сейчас нам говорят, что, якобы, никак это не влияет, ну, это полный bullshit, вот, как вы понимаете, то есть полная дичь, которую вам пытаются втереть, и, якобы, да-да-да, вот, ну, и хомячки схавают. BlackRock у нас, Bitcoin ETF, столкнулся с нулевым притоком средств в течение трех дней подряд и продолжает пугать, естественно, что, якобы, не получил новых инвестиций, ну, блядь, два месяца с половиной инвестировать, то есть, это не смущало, и вот, вот, это реально сущность людишек, то есть, понимаете, два с половиной месяца они инвестировали, там, что-то, 70 чем-то дней или 80, это нормально, а пару дней не инвестировать, да, там, уйти в коррекцию по инвестициям, ну, условно, я утерирую, но вы поняли, вот, это все уже, это паника, то есть, когда Bitcoin растет уже на 4x, это нормально, блядь, без остановки он хуярит полгода, там, или год почти, да, а как только он уходит в коррекцию на пару дней или на неделю, там, да, то все, в панике большой, что же делать у ее, откатил на 10%, все, скам, летим там тут за дно, обновлять ло и так далее, медвежка, ну, то есть, ну, люди чем-то болеют, явно, нездоровым, понимаете, то есть, потому что это явно, ну, неадекватно, вот, и отсутствие потока не обязательно указывает на снижение интереса, ну, вот о чем я говорю, да, отсутствие притоков происходит во время консолидации, ну, и то, не факт, что отсутствует, понимаете, то есть, это то, что вам сказали, а там, как на самом деле, что, а где, блядь, видели, или что, вот, цены на эфире взлетели, ну, люди все воспринимают, что им правду говорят, да, там, и в СМИ, блядь, и по телеку, блядь, ну, конечно, надо же верить, сказали, в новостях же сказали, надо же верить, да, пиздец, блядь, цены на эфире взлетели, поскольку комиссии на транзакции достигли с 6-летнего минимума, вот, поэтому, если кто хотел, там, повыводить монеты с бирж, либо, там, сделать какие-то транзакции, имейте в виду, ну, вот, если, кстати, перейти на рейч-лист, то сколько транзакций сейчас стоит, вот, за последние 3 месяца, кстати, действительно, они упали, и упали довольно-таки существенно, то есть, упали, получается, это у нас сколько стоит транзакция, и давайте глянем еще, что у нас есть за инфа, у нас должна быть инфа, примерно, transaction cost, а, вот, transaction fee у нас, получается, должна выйти, и, получается, в USD, average transaction fee, вот, должна получиться, и где-то, примерно, если глянуть за 3 месяца, у нас она снизилась до где-то 2-3 долларов, хотя, перед этим, буквально, в начале марта была 30, то есть, в 10 раз снизилась, ребят, это говорит о том, что, как раз-таки, мы на дне по проектам, которые на базе эфира, это первое, да, и, скорее всего, у нас, как раз-таки, здоровая коррекция, мы достигли дна, то есть, можете даже ради интереса глянуть, вот, у нас пик был вот здесь, получается, когда май, после этого коррекция, потом март, коррекция, совпадение, да, потом, соответственно, пик вот здесь был, это где-то сентябрь, потом, вот здесь у нас был ноябрь, совпадение, да, вот здесь это был, у нас должен быть май, да, май тоже был пик, вот здесь был пик, у нас февраль тоже была коррекция, насколько я помню, вот, и, как вы понимаете, вот здесь самое интересное, когда у нас была мартовская коррекция, ну, здесь, наверное, не покажет, потому что инфа замылена уже, вот, но самое интересное, действительно, вот эти все моменты, когда происходили коррекции, Вот у нас тоже апрель-май в 22-го года тоже была коррекция, я помню Вот, и вот здесь похожая ситуация Здесь получается ноябрь 22-го Ну и короче, в общем, у нас был пик и сейчас мы упали И вот здесь тоже была пиковая отметка Перед этим в апреле тоже был некий отскок Вот, поэтому такие вот делы абсолютно не переживайте И я думаю, вполне это нормально И те, кто переживают, не стоит этого делать И, ну, то есть абсолютно адекватно это воспринимайте И понимайте, что сейчас, кстати, у нас действительно комиссия очень низкая То есть перед этим она была, даже скакала в районе 70 центов То есть примерно сейчас около от 2 до 10 долларов Где-то в этом диапазоне То есть transaction fee, ну вот тут даже пишет где-то 3 бакса Вот, где-то от 2 до 3 долларов Поэтому, кто хотел сделать переводы, ребят, у вас отличная возможность Это говорит о том, что, скорее всего, мы уже на дне По биткоину, кстати, давайте ради интереса глянем, что у нас получается То, что у нас average transaction value То есть на данном этапе, конечно, 70 долларов Но если глянуть transaction fee, получается, ну, это не то А, value, это, получается, стоимость То есть сколько люди переводят транзакцию, платят Но вот у нас fee, примерно медиана и вот средняя Получается от 3 до 7 долларов То есть, опять же-таки, донное значение, как вы наблюдаете И я думаю, это тоже отличный показатель Если глянуть, вот у нас, кстати, самые дорогие транзакции Почему-то были как раз-таки в марте И вот, давайте глянем, вот у нас 2021 год Вот у нас идет, получается, здесь Где тут, сейчас скажу Это где-то у нас на пике была По поводу февраль-март И вот здесь было где-то май Вот, и после этого пошла коррекция И, как вы понимаете, вот здесь еще у нас был июнь Когда была коррекция Ну, короче, вы поняли И сейчас относительно на днище у нас находится Примерно где-то 3 бакса Вот, а я думаю, это тоже показатель Что по биткоину, что по альтам Особенно альтам на базе эфира То, что надо таиться Ребята, успевайте Пока комиссия на дне Потому что, я думаю, это отличная возможность для вас Закупиться Те, кто пожадничают, да И те, кто будут ждать еще ниже Не будут переводами заниматься Ну, ребят, ждите, что я могу вам сказать То есть тут It's up to you, что называется, да Вот, поэтому Ну и давайте последние новости посмотрим И я думаю, будем на этом завершать Вот, по поводу того, что у нас Цены на эффект взлетели Поскольку комиссии у нас Ну, не знаю, я не увидел взлета Цены на эффект Типа, якобы цена выросла на 6% Хотя уже был откат И мы движемся вниз Поэтому, ну, никакого взлета цен мы не увидели Наоборот, когда цена падает Комиссии дешевеют И это отлично Отлично Австралия готовится к крупному запуску Биткоин ETF в 2024 году И, опять же таки, как я и сказал Эмитенты такие, как BetaShares Ванек возглавляют процесс утверждения Биткоин ETF в Австралии А вот эти фонды, я напоминаю Они в США То есть занимаются темой распространения в Австралии Ну, и кенгуру совпадение То есть странные ассоциации, конечно Вот, но это типа Быстрыми темпами, скорее всего Имеется в виду То, что кенгуру Кенгуру, ну, же ж Лапы задние хорошо накачаны И просто скачет голопом по Европе Да, что называется Ну, в данном случае по Австралии Lazarus Group наносит новый удар И какой-то криптофишинг У нас какая-то корейская Вот эта же хакерская группа И пользователи LinkedIn А там тоже, как вы понимаете Криптаны различные могут быть Как и в Твиттере Ну, и, в принципе, какие-то криптомиксеры Вот, для отмывания средств Ну, и это тоже пугалки Чтобы вы не закупались И думали, что все хана Далее BlackRock у нас обновляет Свой спотовый совет директоров Ну, и, по сути, у нас Назначена новая женщина Линдси Хаусуэлл 6 ноября будет Вот, и, в принципе, показывает Нулевой чистый приток денег Трех лет Биткоин ETF Ну, и высказаны опасения По поводу прозрачности притоков и оттоков Ну, как вы понимаете Это тоже пугалки С той целью, чтобы вы, конечно же Не закупались Обсирались И думали, что надо ждать ниже Вот, далее сможет ли эфир затмить биткоин в мае Ну, по поводу эфир ETF, естественно Я думаю, о речи идет Ну, и, по сути, у нас эфир к BTC Я уже показывал то, что у нас График восстанавливается И все у нас отлично и замечательно Поэтому И, кстати, я что еще хотел показать По поводу лонгов Да, давайте по-бойму покажу Я уже показывал ролики по XRP Ну, и, как вы наблюдаете Лой мы здесь не обновляем Поэтому все замечательно Давайте глянем лонги На бирже Bitfinex По поводу биткоина И, как вы наблюдаете Действительно, здесь отлично Картины образовываются Да, то есть Многие пугаются Многие, ну, не хотят Вот у нас, видите Уже здесь зеленый камыш выкупной И, в принципе, здесь Но было как раз таки мак То есть уже лонги Все, что сбрили Максимально можно Кто-то скажет Ну, блядь, можно еще сходить Там в район 21 года Но, ребят, ну, это нам надо еще Снизиться по лонгам Минус сколько там Еще 75% И суммарно эта цена Не знаю, сколько должна упасть То есть, видите Начала цена только-только восстанавливаться Поэтому вот здесь лонги подсбрили И так, когда мы начали корректироваться Вот этот январь-февраль Там, да, потом восстановление Небольшое пошло Ну, а потом уже Я думаю, с остальным ясно Ну, давайте глянем лонги по эфиру Ради интереса Лонги по эфиру Аналогично уже все сбрито Все, что можно было сбрить Поэтому те, кто там паникуют Я вообще не стал этого делать То есть лонги уже сбриты С 2020 года С 2020 года Не знаю, тут может быть баг какой-то Но по факту Мы болтаемся под нищу Поэтому те, кто там переживает Очень даже зря Далее, получается Сможет ли затмить эфир биткоина Ну, по профиту он, естественно Будет, скорее всего, больше Да, то есть Биткоин там, может, покажется На около 10 иксов Ну, эфир, может быть, покажет Сколько он там Ну, примерно, я думаю, столько же 8-10 иксов Может быть, чуть больше Будем посмотреть, да Вот, ну, я лично Особо выше 10 тысяч долларов Его не жду Далее, получается Обзор ринга крипталютер С блокировкой токенов У нас говорят, что будут Какие-то там, якобы, разлоки Ну, по поводу того, что ПИТ Разлоки АЕВА и АВАКС Ну, я думаю, это специально Пугаюсь, что вы не закупались Поэтому ПИТ, АЕВА Можно смело брать По поводу АВАКСа Я бы уже не брал Но зато можно взять АЕВА с очеренной скидкой Вот здесь В те же там 50-60% Поэтому обязательно Покупайте, купите Пока дают это сделать Скажем так Потому что потом Навряд ли будет такая возможность Вот здесь тоже 50% Да, дно она уже прошла Здесь плюс где-то 2,5 икса Но, в принципе, взять можно По поводу ЭВАЛЕНЧ Почему не рекомендую Хоть и CBDC монета Ну, потому что вы тут Особо не заработаете То есть, если кто брал на дне Потолок 5-10 иксов С текущих Если вы покупаете Можно забрать Ну, не знаю Это не ради того Чего приходят рынок, да Многие немцы у нас говорят Что готовы принять цифровое евро Исследование Бундесбанка Ну, опять же таки Цифровое евро Это CBDC Я думаю, понятно Ну, и по сути указа Что 86% у нас открыты К цифровому евро И настроены на позитив Да, в отношении цифрового актива Потенциальное внедрение CBDC Может повести К значительному сокращению Денежных средств И банковских депозитов То есть, сокращение налички Имеется ввиду Что повлияет на банковский сект И как оно повлияет Если, блядь, CBDC На базе банковской системы Будет делаться Ну, бейт абсолютный Поэтому Необходима Тщательная разработка Для поддержания Финансовой стабильности И на фоне потенциальных Преобразующих эффектов Ну, и как вы понимаете Deutsche Bundesbank У нас, конечно же, говорят Что якобы они готовы И они готовы признать Ну, скорее всего Это фейковая информация Я не верю Что вот человек В здравом уме Будет хотеть Чтобы его там полностью контролировали И, соответственно, блядь Он, ну, согласился на CBDC При том, что Там никакой анонимности Естественно, не будет Это все будет жестче Чем банковская система Поэтому, ну, как по мне Это просто смешно слушать Я рассказываю, что, типа, почти 90% немцев, блядь Они готовы Либо они просто не одупляют Что это за система Либо это с большей долей вероятности Фейковая инфа Вот и все Далее у нас вот О чем я говорил У нас вчера утверждали Что И, ну, вчера поздно вечером Сегодня утром Утверждают Утверждают, блядь Что биткоин достиг максимума И может упасть на 42 тысячи То есть, по сути По их мнению Это уже все пик Это первое, да Ну, как мы слышали до этого В новостях, да Тот же Питер Брандт Нам рассказывал басни Что, ребята Все у нас там Все хана И, ну, как бы Надо ждать ниже Но, как вы понимаете Это всего лишь огонь С той целью Чтобы, конечно же Вы не закупались Я думаю, это специально делается Ради того, чтобы вы Ну, как бы Подождали ниже И вот он, говорит Допустил завершение обычного цикла Но, поэтому, ждет, блядь 140-160 тысяч Ну, то есть, завершение Но, при этом, говорит, что Ждет там и 200 И 150 Ну, как бы Для меня это какая-то ахинея Вот, реально Потому что, ну, как бы Слушать вот этот бред То есть, по сути Ждем выше, блядь Но, при этом Бычай рынок закончился Хай, мы достигли То есть, по сути Мы должны упасть на 42 То есть, не на 52 Уже 42 То есть, упасть в текущих Мы должны еще на 33% Многие скажут Блядь, если биток упадет на 30 Это альты еще процентов там 60, а то и 90 укатаются Ну, как минимум на 30 Типа, надо ждать ниже Ну, и вот так они будут ждать ниже И по итогу А посыгут штаны, блядь Понимаете Вот, потенциальная коррекция Чтобы 42 тысячи Тестируют диапазон И возросший Институциональный интерес Может сбалансировать цены Почему такая цена? Я не знаю Может быть, там как-то Фибоначо они натянули Может быть, еще что-то Ликвидации там какие-то Ликвидность собрать И вот, говорит Смотрите, совпадение, да Вот, ждет 52 42 и 32 Сука, которые ждали До этого отметки Понимаете Ну, кто вам даст такие отметки? Ну, это смешно, блядь Понимаете Это биткоин что должен? Медвежку, блядь, уйти Уже с текущих Понимаете Ну, это бред И типа якобы достиг пика То есть на 50% В 2 раза должен упасть Возможно ли это? Возможно Ну, блядь Я особо в это не верю То есть реально Если сейчас упадет биткоин Ну, а ты и так на дне Минус 90-95% Они еще упадут что? Еще в 2-3 раза И многие сидят и ждут Что типа да Это произойдет И вот тогда-то Типа всех вот вытрусят А типа Сейчас вот вытруска Которая идет у нас боковиком Временем Это не вытруска Да, то есть конечно же Это вытруска Вытруска двумя способами Либо падением Либо боковиком Вот, поэтому Ну, самое интересное Что то же самое Нам рассказывал Дж.П. Морган Еще в марте На коррекции Что вот скоро упадет На 42 тысячи И что? Упало? Нет, не упало И 1 марта Я напоминаю Давайте глянем Что же у нас здесь было И давайте мы просто Лицезреем Да, что у нас было 1 марта 1 марта Конечно же мы находились Вот здесь вот Прошло уже там 2 месяца практически И нихуя мы не упали Совпадение, да И по сути после Хаунга Должен упасть Потому что Ну, как вы понимаете Естественно Многие ждут коррекцию После Хаунга Но она уже состоялась До него Я напоминаю Причем по Альтам А не по Биткоину Вот В Дж.П. Морган Уверены Вот у нас дублируется новость Буквально 2 недели назад Там там 11 дней До 42 тысяч То есть то же самое Что было вот здесь Полтора месяца назад Нам говорят Ребята 42 тысячи ждите И вот здесь сейчас Нам опять дублируют И многие вспомнят Загуглят И такие Блядь Дж.П. Морган Сказали А еще Дж.П. Морган Сказала Что это схема Понса И скам Которые сами Сотрудничают В партнерстве С Блокороком Копят И майнят биткоины Но поэтому Говорят Что это скамина Интересно почему Наверное Ну поэтому Рассказывают за биткоин Ну за льты Тишина вообще Да Совпадение И Дойче Банк У нас рассказывала Что типа якобы Только 10% Вот как сейчас Тут рассказывают Что якобы 90% Людей Тоже там Дойче Банк Опять какой-то немецкий Да Вот Рассказывают Что готовы Принять себе Диси И жаждут Его просто Чтобы их контролировали Здесь говорят Что 10% Ну какие-то Непонятные люди Да Интересные Кого они опрашивали Вот Наверное Каких-то Воображаемых людей И 10% Это рост Выше 75 И по сути Ждут теапазон Угадайте какой От 40 до 75 тысяч Совпадение И тоже 40 тысяч Фигурирует Ну конечно же ждем Ебаный насрать Блядь Вот Инвесторы ожидают Биткоин по 20 тысяч Это в январской коррекции Я напоминаю Биткоин у нас 24 января Давайте глянем Что это было Это было вот здесь Вот здесь Когда мы начали восстанавливаться Вот здесь На днище На днище сука Вот здесь вышла эта новость Вообще по 40 тысяч Там Когда я говорил Что это разворот Здесь будет какая-то В-либо Ю-образная формация И мы полетим наверх Никакие там нахуй 32 тысячи Мы не пощупаем Полетим на перехай Мне сказали Как вы видите Нам ждали по 20 тысяч Говорят ждите Ждите И как только вышла эта новость Я понял что все Мы полетим выше И как вы видите Говорят что к концу года К концу 24 года Составят от 40 тысяч До 75 диапазон А то и вообще Мы к январю следующего года То есть 25 Мы упадем ниже 20 тысяч Но как вы понимаете Как я говорил на медвежке Если будет пик 140-150 То примерно дно будет От 30 до 50 тысяч долларов Но никак не по 20 И не ниже 20 Понимаете Ну это бред И вот то же самое 10 апреля Нам говорили 52 процента Американцев Ну откуда это знает Дойче банк Немецкий банк Европейский Знаешь что думают Американцы Мне вот это интересно Вот Считаю что каплю Это важным классом активов И поэтому там 1% Говорят что Скоро исчезнет А здесь нам рассказывали Что вот Где эта новость Вот она Что соответственно У нас медианого процента Назвали биткоином Спекуляции Уверены что он исчезнет Вот Самое забавное Да то есть дублируется новость И говорят что ранее Этого мнения Придерживались 40 процентов И вот ожидают 33 процента И скептики были 36 процентов Ну короче Далее получается Еще 15 числа Продублировали ту же хуйню Что 5 миллиардов Сейчас майнеры продадут И все пиздец Понимаете Биток укатается просто И вот здесь повторяют Якобы вот у нас будет Лютый боковик Вплоть до осени Я не спорю что это может быть Ну вот говорят что Якобы мы выше не пойдем И поэтому нам рассказывают Что ребята 20 год повторяется Да действительно так и есть И по настроениям повторяется Но сука мы не будем И шесть месяцев Просто стоять на месте Как вот здесь нам показывают И рассказывают Картинку уже миллион раз Скидывали да Вот ну а по поводу Германии Да Германия что называется Давайте посмотрим Germany да Так называемо Что у нас здесь по статусу То есть у нас говорят Что пилотный запуск Как вы понимаете Здесь уровень инфляции Нам говорят около 7 процентов Ну кстати примерно Такой же как и в США Совпадение да Вот и говорят Что на данном этапе То есть они начали Еще в 21 году Заявил что CBDC Одно из событий Которое захватывает Центральные банки Не только в Европе Но и во всем мире То есть они уже открыты Об этом говорили Еще 3 года назад И по сути в 24 году Deutsche Bundesbank Deutsche Bundesbank Объявила о партнерстве С массачусетским Технологическим институтом Для совместного исследования Проекта CBDC То есть по сути То есть как вы понимаете Если перейти на ту же Википедию да Ну которую я не особо доверяю Но здесь хотя бы Какая-то инфа имеется То есть массачусетский Институт технологий Технологический институт Да то есть Создан он был еще Как вы понимаете 163 года назад И находится Угадайте где Ну с одного раза да То есть очевидно Что он находится в США Штат Массачусетс Да и в принципе Как вы понимаете Естественно Естественно Ну как вы понимаете В долгосрочной перспективе То что уже У нас конечно же Ну Германия официально признала Что они Идут под руководством США Да вот Кембридж Массачусетс Соединенные Штаты Да штат Вот Ну и короче Что здесь они в партнерстве Для совместного исследования То есть по сути Они признали что да Действительно Европа Там та же Германия в частности Евросоюз Они в партнерстве с США Чтобы разрабатывать CBDC Я об этом рассказывал Еще два года назад Ребята Что диктует условия Америка Вот и будет дальше диктовать Вот целью проекта Является исследование Технологий Которые могут быть использованы Ну и по сути Как вы понимаете Злоупотреблять Якобы они не будут Но поскольку Будет использоваться В Германии Как вы понимаете Европейским центральным банком То есть ЕЦБ Предоставляющим Европейский союз Да ЕС Однако даже в этом случае Важно признать Что CBDC может открыть дверь К риском финансовой конфиденциальности Ну то есть что анонимности Не будет Ну и по сути в отчетах Упоминалось Амнисти Интернешнл Там также государственный Департамент США Вот Ну и как вы понимаете Также АИСКИ с CBDC Там и так далее Развенчивание мифов Ну и по сути Как вы понимаете Можете почитать более подробно Поэтому с 21 года В Германии Все это ведется Ну и в принципе Они даже не останавливаются Ну и сейчас Пилотный проект Я уверен Что все это будет Также запущено Вот поэтому Имейте ввиду Вот поэтому Такие новости Такие дела Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok